Всем привет, на связи я Лёха Макликбес, и сейчас я хотел бы быстро подвести итоги прошедшей сегодня же презентации Apple, посвященной по большей части новым MacBook Pro. Не будем долго откладывать этот момент и сразу перейдем к делу. По большей части презентацию можно разделить на три части. В первой части на сцене Тим Кук фактически упражнялся в гордыне, говорил какие хорошие успехи у компании Apple, как много всего они делают для людей с ограниченными возможностями. И занимательного о том, что iOS 10 установило 60% пользователей iOS устройств, а Android 7 всего лишь 1% Android устройств. В второй части Тим Кук рассказывал про Apple TV, и по большей части все внимание было сконцентрировано вокруг нового приложения TV, которое по сути является неким агрегатором для разных ТВ каналов и площадок, предоставляющих медийный контент. Как бы это все не было круто, нам это фактически до лампочки, потому что все эти сервисы у нас не работают. А, ну еще Apple сказали, что Minecraft выйдет на Apple TV. Я думаю, что всем моим зрителям максимально интересно узнать про новые MacBook Pro и то, что я о них думаю. Apple это очень странная и необычная компания в мире современных IT-компаний, и они могут себе позволить много разных интересных вещей. Например, они сказали, что в этом году празднуют 25-летнюю годовщину выхода их первого портативного компьютера. Они уже не первый раз делают в таком ключе и умело играют на ностальгических нотах настоящих фанатов. В данном случае они в очередной раз хотят нас убедить, что сделали революцию, и то, что их видение современных компьютеров единственное верное, правильное и удивительное. Фактически все внимание сегодняшней презентации было средоточено на новом Touch Bar и Touch ID. Apple считает, что верхний ряд кнопок, там где с F1 по F12, не претерпевало изменений уже очень давно, и с этим нужно решительно что-то сделать. В данном случае Apple придумали разместить вместо этих кнопок сенсорный мультитач OLED-экран, который, ко всему прочему, работает в зависимости от выбранного приложения. Например, если вы пользуетесь фото, то даже в полноэкранном режиме вы имеете какие-то органы управления, а также навигационную панель со всеми фотографиями. Работая с Safari, вы видите также все навигационные опции, а также миниатюры включенных закладок. А если вы открываете новую закладку, то миниатюры ваших любимых сайтов также будет удобно выбрать на этой панели. Работая с текстами или презентациями, здесь можно будет выбирать цвета, а также изменять форматирование текста. То же самое касается, например, профессионального сегмента и монтажа Final Cut Pro. Да и настраивать эту панель очень интуитивно и выглядит это просто потрясающе. Технологии выбраны отличной. Экран с четкостью ретины экрана построен на технологии OLED, а значит, во-первых, черные цвета будут по-настоящему черными, а также этот экран не будет сильно тратить батареек у вашего компьютера. Я лично считаю, что это прекрасное нововведение и считаю, что именно Apple сможет вывести эту концепцию на вершину. Потому что если это сделает какая-то другая компания, производящая компьютеры, то им придется прикручивать костыли на Windows, а так как весь этот функционал будет успешно использоваться в macOS, и уже огромное количество приложений показывает, что они интегрированы, причем не только с приложениями от Apple, а, например, в том же Photoshop, также будет использована эта панель. И это уже объявлено. В общем, посмотрим, что из этого будет, насколько это будет удобно и полезно, но мне кажется, это замечательное нововведение. Также в правой части этой панели будет размещен датчик Touch ID, так что теперь вы сможете оплачивать свои покупки, а новый встроенный чип T1, в котором будут храняться все данные вашей кредитной карты в засекреченном виде, успешно будет защищать ее от внешних посягательств. Естественно, компьютер стал легче и тоньше, причем настолько, что он стал тоньше MacBook Air текущего поколения. Будут предложены две модели 13-дюймовые и 15-дюймовые, причем в младшей модели на 13 дюймов не будет этой сенсорной панели Touch Bar, но о разных моделях я расскажу чуть позже. Естественно, в новых MacBook Pro используется абсолютно новое железо, новые процессоры i7, новая память с частотой в 2133 МГц. В 15-дюймовых моделях используется график Radeon Pro, а вот младшие тренажки так и остались на Iris Pro. И для многих это стало приятным сюрпризом, теперь можно в кастомной конфигурации выбрать SSD вплоть до 2 ТБ. И эти SSD, как в младшей, так и в старшей модели, разгоняются до скорости в 3,1 ГБ в секунду, и эта скорость просто потрясающая. Как утверждает Apple, это на 50% быстрее, чем раньше. Но при всем при этом аккумулятор будет жить по-прежнему до 10 часов. Также Apple утверждает, что изменили экран, он стал на 60% ярче и контрастнее, чем предыдущая модель, и на 25% шире в палитре sRGB. Разумеется, я не могу составить какое-то свое впечатление по картинкам, зная Apple, нет никакой причины сомневаться в том, что это действительно так. Apple говорит, что они поработали и над аудиосистемой, но опять-таки ее надо слушать, и тут сказать особенно нечего. Что важно, изменили клавиатуру, теперь она также работает по технологии Butterfly или бабочка, как и в прошлогоднем MacBook 12 дюймов. А теперь они утверждают, что используется второе поколение этой технологии, и она работает в 4 раза более стабильно. Что невероятно, они увеличили и так очень большой трекпад, и теперь его площадь стала в 2 раза больше. Вы только посмотрите, какой аэродром мы видим на 15-дюймовой модели. И, пожалуй, самый спорный момент нового компьютера, самый печальный лично для меня и для огромного большинства других пользователей, это встроенные порты. Теперь в компьютере доступно 4 порта Thunderbolt 3, которые по факту являются USB Type-C, и один порт на выход на 3,5-мм наушники. И на данный момент, в 2016 году, это очень трудно комментировать. Конечно, я не хочу спорить с тем, какие новаторы Apple, они часто отрезают какие-то стандарты и проталкивают вперед какие-то новые. И я более чем уверен, что Thunderbolt 3 это инновационный, очень быстрый интерфейс. А черт побери, нам в реальной жизни теперь вообще никуда не деться от кучи переходников, которые, ко всему прочему, и стоят не так уж и мало. Но если смотреть в будущее, то, конечно, потенциал у этих разъемов есть. Так, например, Apple заявляет, что к 15-дюймовому MacBook Pro можно одновременно подключить два монитора 5K и два RAID массива. И таким образом мы получим мощнейшую рабочую станцию. Еще один нюанс, и моя глубочайшая печаль, то, что в этом компьютере мы потеряли порт для зарядки MagSafe. Чувствую, что потеряли мы его безвозмездно. Это, конечно, грустно. Теперь мне не удастся так просто включить зарядку вслепую ночью. А также, если вдруг кто-то заденет провод, компьютер полетит вместе с зарядкой, как в случае с ноутбуками других производителей. В качестве небольшой компенсации Apple говорит, что теперь для зарядки можно использовать любой из этих четырех разъемов. Это все-таки небольшой на плюс. Теперь зарядку можно будет подключить с любой стороны, с какой вам удобно, в любой из доступных свободных портов. Также немаловажно, что помимо классического серебристого цвета корпуса будет добавлен также цвет серый космос или Space Gray, всем нам знакомый по корпусам iPhone и iPad. В случае с 13-дюймовой моделью будет доступна модель как с Touch Bar, так и без нее, при том, что младшая модель будет послабее. Я думаю, что со всеми характеристиками, которые вас интересуют, вы сможете самолично ознакомиться на сайте Apple.ru. Меня же интересует вопрос стоимости. Итак, в стандартных комплектациях самая младшая модель 13-дюймового MacBook Pro без Touch Bar будет стоить 120 тысяч рублей. Младшая модель с Touch Bar будет стоить 145 тысяч рублей, а старшая 160 тысяч рублей. Характеристики прямо перед вашими глазами. Ну, а все сильно интереснее с 15-дюймовой модели. В случае с ней младшая модель стоит 190 тысяч рублей, а старшая 223 тысячи рублей. При том, что если я выберу ее, я смогу ее некоторым образом еще и кастомизировать. Так можно усилить процессор, поставить накопитель до 2 терабайт и чуть улучшенную графику. Таким образом, мы подошли к цене в 349 тысяч рублей за супер ультимативный ноутбук, абсолютно современную рабочую машинку, при этом еще и портативную. Доступен этот замечательный компьютер будет примерно через 3 недели. Мое мнение такое, что если не брать в расчет то, что убрали MagSafe, и что мы теперь на борту имеем только разъемы USB Type-C, что непременно, по крайней мере, сейчас приведет нас к использованию огромного количества переходников. В общем, если этот факт отбросить, то мне кажется, что компьютер вышел очень удачным. Они действительно привнесли определенные инновации, освежили эту модель, и, в общем-то, я думаю, что это то, чего ждали от этого компьютера. И главный вопрос, что же сейчас произойдет с линейкой, а особенно всех интересует MacBook Air, который фактически глобально не обновлялся с 2010 года. Apple ответила на этот вопрос. MacBook Air начинал свой путь как портативная машина, а сейчас для этих целей в ассортименте компании есть обычный MacBook 12 дюймов, который более портативный, более легкий и как раз отлично подойдет для большинства бытовых задач. Но при этом анонсированный сегодня MacBook Pro 13 является даже более компактным, чем текущая версия MacBook Air 13. Что же мы получаем в итоге? Я думаю, что Air уйдет в небытие, для профессионалов останется прошка-пятнашка, а тринашка как раз займет место Air как портативный и достаточно мощный компьютер, причем без каких-либо компромиссов, как в случае с версией MacBook 12 дюймов. В общем, это все, что я бы хотел рассказать вам про текущую презентацию компании Apple, о том, какие она выпустила новые компьютеры, ну и яблоко больше не светится, конец эпохи. Если вам понравился этот ролик, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал и всего вам доброго! Субтитры подогнал «Симон»!